Сегодня я хотел бы напомнить, что зима уже давно закончилась. Пришла весна, и самое время сбросить с себя теплую одежду. Перчатки нам больше не нужны, и хотя солнце все еще за облаками, весна определенно настала. Самое время снять зимнюю куртку, избавиться от лишних вещей. Думайте только о самом важном и забудьте о мелочах. Расширяйте царство Божие внутри себя, начните цвести и излучать благодать. Напоминаю, что в этом году мы должны подняться и взять все в свои руки. А в 20-м году мы часто говорили о расширении царства Божьего, и в 21-м мы не остановимся, ибо это царство не знает границ. 20-й год ушел в прошлое, царство Господа продолжает расти. В сердце Божием ничто не заканчивается, как в вашей личной жизни или в жизни церкви в истории Земли. В сердце Божием все пребывает в вечном великолепии. Ничто не обрывается, но обновляется. Движется от славы к славе. Скажите друг другу, хватит жить с прошлым. Если вы смотрите нашу программу «Дома онлайн», скажите это кому-нибудь рядом с вами. Вашему коту, например, или ребенку. Скажите, хватит жить с прошлым. Когда я готовил выступление, Тони сразу вспомнил, что сейчас многие сдают выпускные экзамены в школе. Так вышло, что моя проповедь как раз про выпускной год. Я расскажу вам, как получал аттестат по окончании средней школы. Учился я на год больше, чем все остальные, и тем не менее, все успешно сдал, получил, наконец, аттестат. В школе мне очень нравилось, ведь там я встретил своих лучших друзей. Мы вместе сколотили панк-рок группу, я то и дело зависал в скейт-парке. Жизнь была прекрасна. А что будет потом? Это не особо волновало. Будущее было так далеко. Но я наслаждался жизнью здесь и сейчас. Неизбежно пришло время получать аттестат. Я призадумался, чем же заняться в жизни. Мои мысли не были слишком серьезны. Что мог придумать школьник? Знаете, лет с восьми я представлял, что в будущем пойду в армию, ведь там всем выдают оружие. Это ж так круто. К тому же я чувствовал, что офисная работа не для меня. Думаю, многие себе представляют, каково это проводить на стуле в офисе по восемь часов в день. Даже на вручении аттестатов мой учитель экономики извинился передо мной за то, что он и его коллеги все годы в старших классах заставляли меня долгие часы сидеть на одном месте, да еще и ни с кем не разговаривать на занятиях. Позже моя бабушка сказала, «Питер, не ходи в армию». Она боялась, что в армии меня пошлют в командировку на край света. Я ответил, «Ну, в таком случае я стану полицейским, там тоже оружие выдают». Да, еще и родители в детстве не разрешали мне завести собаку. Я думал, они выучатся ли мне на полицейского кинолога. Буду целыми днями разгуливать собакой и пистолетом на поясе. И вот я, выпускник, вышел на площадь перед школой с аттестатом в кармане, взглянул через прутья забора на мир вокруг меня, и вдруг подумал, «Мне же всего 18 лет, я не хочу быть полицейским, к такому я еще не готов». Я долго думал над своим выбором, ведь я уже записался на курсы полицейских. В общем, в итоге я просто прогулял тестирование, там определялось, подходишь ты или нет для службы. Но я и так знал, что это не имеет значения. Становиться полицейским я расхотел. Мне ничего не оставалось, я сел и начал думать, «Что же все-таки я хочу от жизни?» Я не был столь близок к Богу в то время, не читал Библию каждый день, но некий прорыв в моем сознании уже произошел. Мои родители — набожные люди, и постепенно их вера стала моей верой. Возможно, тогда моя вера была совсем слабой, но Иисус для меня уже был моим спасителем, моим другом. Где-то глубоко внутри я чувствовал, все мои друзья далеки от веры, и какими бы прекрасными товарищами они ни были, и как бы они ни обогатили мою жизнь, это мешает мне обзавестись друзьями, верующими. И так после долгих раздумий родилось решение. Я нашел заведение, где большая часть студентов — верующие. Христианскую высшую школу в городе Эйде. Когда я решал с родителями, какую выбрать специальность, мама сказала, «Ой, ты у нас такой общительный, учись на соцработника». Так я и поступил. И каждый раз, когда преподаватели меня спрашивали, почему я выбрал эту профессию, я отвечал, «Мне так сказала мама». Мой выбор привел меня к Богу. Я, наконец, пробил стеклянный потолок. Спустя четыре года, когда учеба подходила к концу, один из моих друзей познакомил меня с церковью преодолителей, и мои отношения с Богом вышли на новый уровень. А еще через пару лет я познакомился здесь, с Роос, нашему браку уже почти семь лет. Прекрасное достижение. Теперь давайте поговорим о Царстве Божьем, о том, что важнее всего. О том, что Его Царство расширяется, не зная границ. Почему же так важно перестать жить с прошлым? Я припоминаю одну фразу из проповеди Джеффри Рахмата. Он сказал, что здорово, то растет. Если рост прекращается, начинается разложение. Конечно, мы все становимся взрослыми, стареем, но вот духовное взросление — это личный выбор каждого. Чем старше становишься, тем тщательнее нужно подходить к обновлению жизни. После школы все ясно. Вечно оставаться школьникам не получится. Аттестат о среднем образовании тоже два раза не получишь. Школы этого не позволяют. В этом случае точно знаешь. Этот период моей жизни закончился. Время для чего-то нового. Но чем старше становишься, тем сложнее понять, что очередной период жизни подошел к концу, и начинается новая глава. Это и есть первый пункт моей проповеди. Звучит он так. Обновление начинается, когда вы оставляете позади то, с чем жить дальше невозможно. Повторюсь, в примере с аттестатом смена периодов очень явная. Школьная пора заканчивается, и от себя требуют, чтобы ты выбрал направление развития. Сделал первые шаги к обновлению. Если принимаешь Иисуса, прирастаешь к Слову Божьему, к своей церкви, то сразу осознаешь, что в жизни есть места, где нельзя оставаться. Это места греха и стыда, как сказано в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Я часто читал этот текст и думал, ага, соблюдать заповеди Христа, значит, любить его. Но смысл другой. Если я люблю Христа, то в моей жизни автоматически возникает плод духа, который несет в себе справедливость, и благодаря которому я начинаю жить правильно. Не нужно забивать голову законом. Не делай того, не делай сего, пятого, десятого. Я следую за Христом. Это помогает блюсти закон Божий. Я достигаю гораздо большего с Божьего позволения. Я часто повторяю, Иисус — это не набор запретов. Иисус — это свобода воли. Чем старше становишься, тем чаще все хорошее в жизни оставляешь ради лучшего. Недавно я беседовала с группой музыкантов за кулисами, и один из них заметил, иногда Бог отбирает что-то у человека, но делается это не ради лишения. И не потому, что человек не достоин отобранного. Это делается, чтобы плод духа наполнил жизнь человека, чтобы тот сконцентрировался на своей цели. Еще раз, первый пункт. Оставьте позади все, с чем жить невозможно. Так мы делаем, когда меняется время года, снимаем с себя теплую кортку, она нам более не нужна. В ней становится жарко, она стесняет движения. Пункт второй. Найди своих людей. Мое личное достижение в отношениях с Богом — это признание самому себе. Да, у меня полно хороших друзей, которые хорошо на меня влияют. У меня верующие родители, которым мои друзья по душе. Вместе с тем, я уверен, что должен пробить стеклянный потолок. Глубоко внутри я был убежден, все барьеры для роста рухнут, если я окружу себя людьми духовными. Поэтому я глубоко верю, что Иисус не только отдал нам всего себя, он также дал нам друг друга. Верить не означает в одиночестве следовать Слову в стороне от стада, ибо это делает тебя уязвимым. Стоит лишь раз оступиться и упасть, и некому будет прийти на помощь. Судьба может обойтись с тобой жестоко, и рядом не будет никого, чтобы поддержать добрым Словом. Другие люди просто необходимы. Кстати, Йорди поделился со мной, о чем нас просят молиться наши прихожане. Я считаю, очень важно иметь церковь хотя бы для обсуждения своих проблем. Множество людей, последователей Христа, с усердием будут молить Господа вместе с вами. Они будут верить в ваш успех, будут произносить полные любви слова, надежды, будут говорить от всего сердца. Только в этом случае, возможно, трансформация. Также крайне важно окружить себя не только своими ровесниками. Пока учишься, конечно, нужно общаться и с другими студентами. Я какое-то время жил в Эйде, этажом выше Робина Вохта, нашего проповедника. Подобные знакомства с ровесниками важны. Но важнее всего, придя в церковь, не оставаться в одиночестве, а найти духовных проводников. Мы верим в общение с ровесниками. У нас есть разные группы, 50+, Connect, молодежный клуб, вечно молодые. Когда я жил в Эйде и пришел в церковь преодолителей, у меня в церкви был всего один знакомый. Это был Джейми Мартин. Он собирал нас у себя дома. К нему приходили люди разного возраста, различных профессий. Джейми очень здорово мне помог. Мы стали хорошими друзьями. Сейчас он живет в Уганде, управляет библейской школой. Недавно он женился. Кстати, поздравляю его, моего друга Джейми, если ты это смотришь. В то время меня сильно впечатлило его знание Библии. Неважно, что обсуждалось в группе. Болезнь, неудачный брак, проблемы в семье. У Джейми была Библия в кожаном переплете. Он задумчиво открывал ее на какой-нибудь странице, то на книге пророка Исаии, то на послании Петра. И каждый раз говорил, ну, это напоминает мне рассказ из Писания. Он перелистывал пару страниц, начинал читать Слово, и бац, весь зал приходил в восторг. Но нет, конечно, люди в его гостиной. Каждый чувствовал, как Божья благодать сходит на нас. Вместо отчаяния приходила надежда, жизнь побеждала смерть, а тьму озарял свет. Порой меня это пугало. Я думал, что так хорошо знать Библию мне не по силам. В то же время я очень хотел познать всю глубину Слова Божьего. Со временем подобное знание Слова пришло и ко мне. Скажем, кто-то в гостиной начинал свой рассказ, и вдруг меня осеняло. Ведь это похоже на ту притчу из Библии. Я искренне верю, что мои знания множились именно благодаря общению в кругу церкви. Я общался не только с ровесниками, а наоборот, с людьми, старше меня, которые имели гораздо больше опыта. Я учился у них, развивался благодаря им. Одна из истин в поиске своих людей стремитесь окружить себя теми, кто на другом уровне развития. Если вы самый умный в компании друзей, это просто замечательно, но в то же время это ваш стеклянный потолок. Так что, будучи самой крупной рыбой в пруду, найдите себе другой пруд. Оставаться на месте значит мешать собственному развитию. Найдите своих людей, дайте Святому Духу объединить вас и всегда поддерживайте общение в церкви. Об этом уже много говорилось в предыдущих проповедях. Думаю, углубляться не будем. В общем, если это ваш первый опыт в церкви, я рад, что вы с нами. Иисус любит вас. Просто слушайте все подкасты на нашем канале в Ютубе и благодать не зайдет на вас. Наконец, третий пункт. Укоренитесь в Слове Божьем. Об этом мы также часто проповедуем. Свой дом мы строим на Слове Божьем. На этой неделе меня посетила одна мысль. Это стало для меня откровением. Я поделюсь им с вами. Обратимся к Библии. Это послание к римлянам, глава 10, стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Еще раз повторю. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, свою веру вы строите на том, что слышите. Несколько раз я наблюдал, как люди делают странные выводы на пустом месте. Мне приснился сон, я видел в нем Бога. И затем начинают поруть такую чушь, а я сижу и думаю, да уж, если бы ты на этой неделе потратил на чтение Слова всего пару часов, ты бы свой сон истолковал совсем иначе. Прочитаем это еще раз. Я хочу, чтобы вы вникли в Суть. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поймите, Бог не ограничен лишь словом. Что замечательно. Бог говорит с нами по-разному. В послании к римлянам сказано, что Господь говорит с нами на языке природы. Бог обращается к вам через ваших знакомых. Бог общается с нами через молитвенные песни, которые мы поем по воскресеньям. Если заглянете в Библию, там рассказывается, что Иосиф увидел послание Бога во снах фараона. А Даниил смог истолковать сон царя, которому Бог открыл будущее. А ведь те цари не были богобоязненными правителями. В тот момент, когда вы очищены Словом, Бог посещает вас, чтобы отсечь ветвь, и именно в эту секунду вы слышите его. Вы можете услышать с Бога в тексте песни по радио. Даже если автор слов имел в виду что-то совсем другое. И вдруг вы в словах песни слышите Бога. И я вас уверяю, даже сегодня многие все еще спят. И желают знать, что значат их сны. Им нужны сыновья и дочери Отца Небесного, чьи сердца впустили в себя Святого Духа и полны мудрости Слова Божьего. И которые скажут, вот что Господь хотел донести до тебя во сне твоем. Я верю, что сегодня Бог желает говорить со всеми нами и с каждым из нас лично. Сначала самое важное. Сконцентрируйтесь. Не отвлекайтесь на то, что происходит у вас слева или справа. Не обращайте внимания на волны и ветер. Смотрите только на Иисуса Христа. И хватит вам уже жить с прошлым. В начале года мы с Рос переживали период. Да уж, непросто об этом говорить, поэтому я немного замолчал. Период, когда настало время вновь покинуть прошлое, но мы это еще не до конца понимали. Мы чувствовали это в душе и говорили друг другу. Новый этап жизни готов принять нас, но в него нужно как-то пробиться. Да, пробиться. Церковь преодолителей построена, по словам, по второй главе книги пророка Михея. Там сказано, что мы сокрушим преграды. Но это не означает, что нам нужно самим ломать стены, прибегая к насилию и проливая кровь. Мы следуем за Иисусом. Он наш сокрушитель и преодолитель. Благодаря Ему мы проходим через преграды. Не нашей силой, а силой Господа. Мы с Рос понимали, что застынем на одном месте, если продолжим жить, как привыкли. Вместе мы провели несколько дней, чтобы все проговорить и разрешить ситуацию. И вновь пошли вперед с Божьей помощью. Думаю, лет через 20 я постигну все таинство происшедшего и буду об этом проповедоваться. Я верю, что сегодня Бог со всеми нами, и Он хочет сказать нам, а вы встретите меня повсюду. Мое послание «хватит жить с прошлым» совсем не означает, что вы сегодня должны избавиться от всех обязательств. Вот прям сразу. Или разорвать все свои связи, перевернуть жизнь с ног на голову. Что-то вроде «всю жизнь я играл в футбол, а сегодня начну играть в теннис». Я верю, что ваше обновление начнется с вашей души. Господь желает обновить ваше видение Бога, которое Он же Сам вам и даровал. Бог желает расширить все ваши способности. Он не желает, чтобы вы остановились и сказали, «Я уже столько сделал, с меня хватит». Бог не хочет, чтобы вы сидели на месте. В начале речи я сказал, что в сердце Божием все движется от славы к славе, так сказано в послании к Коринфянам. Так почему мы пребываем во все возрастающей славе Его? Потому что мы смотрим только на Иисуса. Очень важно не оставаться на достигнутом, не жить с прошлыми достижениями. Здорово, когда у вас все в жизни устроено. Особенно в Нидерландах. У нас все в порядке. У вас есть красивый дом, канализация, а чистую воду из крана мы получаем одним движением руки. Но все же мы призваны Богом не для того, чтобы просто существовать в изобилии. А чтобы освободить от сил тьмы целые народы. В книге Иисуса Новина, 23 главе, 10 стихе, сказано, «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». Как я сказал, борьба ведется силой Духа Святого, а не своими силами. Не властью и насилием, а Духом. И призваны мы не только прогонять тысячу и делать это не кровопролитно силой Духа Святого, а привести к свободе целые государства, чтобы весь мир обрел Царство Небесное в Нидерландах, Европе, в Африке, во всех местах, где идут конфликты, «Да пребудет Царствие Небесное». Ибо Иисус любит не только евреев, но и палестинцев, любит голландцев и всех жителей Азии, Австралии. Поэтому важно не останавливаться. Нужно преодолеть свой потолок, вновь обрести вдохновение, духовный азарт. И где смерть, там да будет жизнь. Утром я беседовал с Йорди, мы обсуждали пару видео, которые я нашел в соцсетях. Я заметил, что везде, в сети, люди мечтают создать свою компанию и получить финансовую независимость, а потом затащить свой ленивый зад на Гавайи и там прохлаждаться на пляже с коктейлем в руке. То есть буквально просидеть там до конца своих дней. Это не то, для чего Бог призвал нас. Взгляните, о чем говорит нам Иисус в притче о талантах. Когда кто-то хорошо распоряжается данным ему талантом, он получает еще больше ответственности. Человек развивается и получает от Бога еще больше. Бог отнимает у того, кто зарывает свой талант в землю. Ему не нужен талант? Ну хорошо, отдам тому, у кого уже их с десяток, пусть у него будет и одиннадцатый. Когда у вас уже целый ворох обязательств, не смотрите на них как на груз, не пытайтесь избавиться, ибо это благословение от Бога. А если вам не в моготу, найдите себе помощников. Иисус сказал, несите слово Мое, «И я говорю вам, вы все посланники Иисуса». Павел сказал, что просидевший три года дома может стать учителем. Если вы можете возглавить базовую группу церкви, сделайте это. Как только начинаешь давать уроки другим, постигаешь всю глубину слова. В Амстердаме я веду две базовые группы. Это удивительный опыт. Видеть, как к людям приходит откровение. А я вхожу в духовный экстаз, когда слышу моих учителей. Это истинная синергия. Повторю еще раз. Перестаньте жить в прошлом. Не стремитесь сбросить груз ответственности. И хватит мечтать лишь о белых пляжах, где можно годами бездельничать. Мечтайте, что возьмете на себя ответственность и привлечете к делу церкви других лидеров. И тогда все будет превосходно не только у вас, но и у других. Познавайте мир не своими глазами, а через Святого Духа. Мир вокруг горит огнем. Им нужен Иисус. Им нужен ты. Бог создал внутри тебя Царство Божие, чтобы повсюду, куда бы ты ни пришел, на пляж или к себе домой, ты приносил свет, приносил жизнь, чтобы болезни исцелялись, а могилы превращались в сады. Так вот, давайте помолимся нашему Царю Небесному. Для начала встанем и возьмем на себя ту самую ответственность за то, для чего Господь призвал нас. Помните об этом, напоминайте друг другу об этом. Восславим Господа нашего Иисуса Христа. Сделаем это громко. Аминь, церковь.